Ребят, всем привет! Всё, вижу себя. Задавайте вопросы, и я, конечно же, с огромным удовольствием на них отвечу. Ребят, я бы хотела ещё ответить на вопросы, которые очень часто задают, потому что всем в индивидуальном порядке писать у меня не получается. Я не успеваю всем отвечать, поэтому отвечу здесь. Про марафоны. Ребят, марафоны сейчас никакие не идут, но они все, которые марафоны были, они все есть в доступе. Поэтому обращайтесь к администратору, и он вам говорит информацию, предоставляет доступ. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, если кому-то нужно, они все есть в топлинке. И ещё, ребят, у нас соцсети такие очень-очень нестабильные, поэтому, чтобы не потеряться, присоединяйтесь и в Телеграме, и в Яндекс.Дзен. Я там тоже буду выкладывать посты, потому что некоторые переспрашивают, не могут найти какую-то информацию, и там я буду писать эти посты, чтобы вы могли, если вам нужна будет какую-то информацию, чтобы она у вас не потерялась. Вы просто можете её скопировать, например, и к себе в какие-то заметки занести. Это тоже будет для вас удобно. Сегодня, знаете, я бы хотела затронуть такие темы. Я сегодня была в магазине, зашла в магазин, пока шла к сыну в школу, в музыкальную школу. Он меня попросил там купить медиаторы. И пока я шла до музыкального магазина, я зашла ещё в один магазин, и вижу такую картину, молодая мамочка, ну, девочке, наверное, лет 35, у неё дочи, ну, лет 7-8, и с ними ещё бабушка была. И эта девочка, ей так хотелось любви от мамы, что она там, мамочка, а вот это, мамочка, а вот это. И мама такая вот всё, вот это вот, это не бери, это не трогай, это не это. И там в Азе были цветы разных цветов. И она говорит, мамочка, а тебе какой цвет нравится? И она такая, любой. И та и вытаскивает цветочек, говорит, это тебе. И она с таким раздражением берёт этот цветок и обратно засовывает. Она говорит, ну что ты трогаешь, ну нельзя здесь трогать, нас заставят платить. А девочка, она без обид, без всего, она идёт и дальше там, мамочка, а вот это, мамочка, а вот это. И такая ситуация получается, что… Вспомните любого ребёнка, вспомните себя, как нам хочется этой любви. И взрослые очень часто, мы взрослые очень часто не даём эту любовь своим детям, не потому что не хотим, а потому что не умеем, нас не научили. И получается, что когда ты не знаешь, как любить, то складывается такой момент, что ты начинаешь кого-то другого любить за… Либо за какие-то эмоции, вот, например, как между женщиной и мужчиной, да? Женщина или мужчина любит другого человека, который с ним, своего партнёра, не за его суть, чаще всего, а за то, как он себя чувствует рядом с этим партнёром. И точно так же детей. Детей очень часто бывает, что начинаешь им выказывать свою любовь не так, как бы ты хотел, а предохраняя себя от социального прессинга. То есть очень удобно любить ребёнка, когда он хорошо учится. Очень удобно любить ребёнка, когда он не кричит в общественных местах. Очень удобно любить ребёнка, когда он делает то, от чего родителю удобно становится. И вот когда неудобно, родитель начинает как-то журить своё дитя. Вот это не делай, это не трогай, здесь будь потише, туда не лезь, сюда не лезь. И у ребёнка складывается вот это его восприятие себя, что ему нужно так-то или так-то вести себя для того, чтобы быть удобным. Неудобным сначала родителю, потом друзьям, потом супругу. И когда он уже вырастает, и у него нет понимания, а что такое любовь. Как я могу любить кого-то другого, если я не знаю, как любить себя, если я не знаю, что я есть сама любовь. И вот это неудобство, оно же складывается из того, чтобы мы были такими, как все. Но при этом вылезает тот момент, что я хочу выделиться на фоне другого. Но хочу выделиться, чаще всего хочется быть хорошим. Хорошим, через хорошесть, через какое-то несение, несение блага, несение там ещё что-то. Потому что ты вроде бы хочешь отличиться, но отличиться только по определённым критериям. Чтобы тебя не осудили, чтобы тебя восприняли так, как ты воспринимаешь любовь, созданную удобством социума. И когда вот это вот удобство социума не получается, то у тебя начинаются опускаться руки. И вот у меня сейчас прошёл марафон «Деньги – это просто». И мы выяснили то, что человек вроде хочет себе эти блага. Хочет пользоваться этими материальными благами, которые созданы им же, для него же. Но очень часто их не может взять, потому что, чтобы их взять, если у тебя сейчас на данный момент чего-то нет, значит, нужно перестроить схему. А чтобы перестроить схему, нужно начинать с чего-то от того, что ты ещё не делал. И когда ты ещё ничего-то не делал, то значит, первый блин комом. Первые разы, они будут очень неудобные для тебя. Первые разы, они будут не совсем такими, как бы ты хотел. И очень многие не идут в это новое, чтобы не стать плохим для других, не осознавая это. И когда ты идёшь в развитие себя, тогда ты закрываешь глаза на то, что есть вокруг, и идёшь в суть себя. А когда ты идёшь в суть себя, ты же для себя быть плохим не можешь. Тебя уже этот мир создал таким, какой ты должен быть. То есть, смотрите, у нас нет как такового идеала. Его не существует. Но тебя создали ровно только таким, чтобы ты был именно тем, кем ты являешься. То есть, тебе не нужно отрастить третью руку, тебе не нужно отрастить нос на жопе. Тебе просто нужно быть самим собой. Потому что, когда ты стараешься понравиться кому-то, кого-то не существует. Кто-то – это всегда ты. И если ты будешь стараться понравиться кому-то, кого не существует, то это понравиться, его тоже не существует. Ты можешь понравиться только себе. Понравиться в своих ошибках. Понравиться в своих косяках. Понравиться в своём том, тем, в том теле, которое только твоё. Понравиться в своём уме только в том, которое есть твой ум. И когда ты это понимаешь, тогда ты понимаешь, как устроен мир. Очень многие говорят, что это всё сон. Этой матрицы не существует. Этого всего, что мы сейчас испытываем или видим, этого не существует. Но если это сон, вы же, наверное, каждый практиковали осознанные сновидения. А если кто-то не практиковал, то как минимум об этом слышали. И что происходит у вас во сне? То есть вы во сне, с вами что-либо происходит, и вы потом запоминаете, пытаетесь это разгадать, ещё что-то. Но когда вы входите в осознанное сновидение, вы понимаете, что это сон. А во сне что вы можете делать? Всё. Всё, что вы захотите. Почему вы это можете делать во сне? Потому что вы понимаете, что сон – это всего лишь сон. И когда вы проснётесь, это будет новый день для вас. И сон, он уйдёт. Его уже не будет, потому что вы из него уже проснулись. Так вот, если наш мир – это наш сон, что вам нужно здесь делать? Вам нужно осознаться в нём. Вам нужно осознаться в нём, чтобы делать то, что вам хочется. Чтобы брать то, что вам хочется. Потому что весь этот сон, в котором вы сейчас, вы его сами создали. И для вас нужно сейчас только осознаться. В осознанном сновидении вы можете материализовать всё, что нужно для вас. Любой предмет. Почему вы можете там это сделать? Потому что вы понимаете, что это сон, а во сне можно всё, что угодно. Но если вы здесь осознаетесь, то вы будете понимать, что и здесь, и на этом уровне сна вы точно так же осознаетесь и будете материализовать то, что нужно для вас. Для вашего комфорта, чтобы в дальнейшем точно так же реализовываться, осознаваться. И это только первый уровень. То есть осознанное сновидение – это нулевой уровень. Осознавание в этой матрице – это первый уровень. И после осознания в этой матрице вы можете пройти на следующий уровень других осознаний, других видений, других явий. И как осознаваться? Я вам с разных ракурсов говорю на эфирах. На таких эфирах, которые абсолютно безоплатные. На марафонах. Ну и, конечно же, это очень глубоко на ретритах, либо на индивидуальных проработках. Когда я залажу в каждое ваше тёмное местечко, которое вас тормозит, в которое вы не хотите заглядывать. А это всего лишь сон, который создали вы. Вы создали свою тёмную комнату. Вы создали то, до чего вам кажется, что вы не можете дотянуться. Вы создали абсолютно всё, что вы видите, что вы чувствуете, что вы ощущаете, к чему вы можете притронуться, что вы можете взять или не взять. Это всё ваше. И как только вы это понимаете, как только вы это проживаете, для вас больше в этом мире не существует границ. Как только вы поднимаете и всё можете прощупать в этом мире, тогда вы спокойно можете идти в следующее осознание, в следующую ступень яви. Понимаете, ребята, о чём я говорю? Светочка, добрый вечер, так приятно тебя видеть. Благодарю. Мир – иллюзия на нашем фоне. Назвайте это как хотите. Благодарю именно то, что мне нужно было услышать. Мы это можем говорить любыми словами. Мы это можем выражать с разных сторон. Но по факту это настолько просто. Это настолько легко. Это просто впустить в себя иллюзию этого мира. Стать иллюзией этого мира. Прощупать всю иллюзорность, которую вы создаёте вокруг себя. Что бы это ни было. Иллюзёрный компьютер, который вы можете прощупать после того, как вы его создали. Любые иллюзорные блага, которые вы можете прощупать, и как только вы понимаете, что это создано вами, что вы можете это корректировать, что вы можете дотянуться до любого, тогда вы готовы идти ещё дальше. Ещё на следующий уровень. Вы можете уснуть как во сне, который общепринятый, так его назовём, так вы можете уснуть и в этой матрице, которая есть. Можете пойти дальше в этой же матрице. Следующий этап. А можете уснуть. Тогда что для вас смерть? Существует она? Или через смерть вы проснулись в этой плотности? Почему очень часто вы слышите истории после клинических смертей либо каких-нибудь ситуаций, которые близки к смерти? Человек осознаётся. Может быть, потому что он понимает, что и это тоже сон, в котором ты можешь быть, а можешь не быть. В котором ты, если захотел быть, то создавай его. Создавай то, что тебе хочется. Зачем создавать страхи? Зачем ты создаёшь дефицитарность? Почему ты через страх, через зачарование, через боль, зачем ты хочешь здесь себя так чувствовать? Ведь этот уровень он интерпретируется чувствами и болью. Ведь в обычном сне вы тоже так же. Вы иногда, бывает, просыпаетесь, и у вас был… Просыпаетесь с чувством страха. Просыпаетесь с тем, что приснилось что-то восхитительное. И вам не хочется просыпаться, вы хотите обратно уснуть и продолжить сон. Ведь в том сне вы тоже чувствуете. Вы чувствуете страхи, вы чувствуете любовь. Вы всё это то же самое ощущаете. Но когда у вас приходит какой-то пик эмоциональный, вы просыпаетесь в эту матрицу. И в этой матрице есть тоже пик эмоциональный. Это предсмертное состояние. Когда у вас идёт какое-либо состояние предсмертное, и вы в нём просыпаетесь через это. «Ах! С кошмаром!» А можете уже здесь, в этом теле, не проснуться. Всего лишь не проснуться. Но как только вы здесь не просыпаетесь, тогда вы снова сюда возвращаетесь. Но как только вы здесь осознаётесь и просыпаетесь, вас выбрасывает на следующий уровень. «Сознание первичное, материя подстроится. Сознание только человека создающее. после клинических смертей ценишь каждый миг жизни, так как проявлен, когда в теле ты создаёшь, создатель. Благодарность телу материя только в этом мире мы проявлены, а жить сон во сне в автоматическом режиме». Смотрите, ребят, не всегда ценишь каждый миг жизни. Ценишь каждый миг жизни — это тогда, когда у тебя… То есть предсмертное состояние есть тоже несколько стадий. И есть некоторые стадии, когда страх возвращает обратно, и тогда ты ценишь каждый миг этой жизни. А есть то состояние, когда ты чувствуешь, переходишь на другой, на иной уровень чувствования. И когда ты переходишь на иной уровень чувствования, то оттуда, с того уровня чувствования, когда сюда ты опускаешься, ты не всегда хочешь сюда опуститься. Там чувствования другие. И тогда ты не… Я бы, наверное, это сказала не с позиции, что ты начинаешь ценить каждый миг, а ты начинаешь создавать каждый миг, потому что у тебя отсутствует чувство страха. Ты знаешь, как там. И ты понимаешь, что если здесь что-то случится, ты с огромным удовольствием, можно так сказать, пойдёшь туда. И здесь тогда у тебя нет преград. Здесь тогда у тебя нет стопаков, потому что они все иллюзорные, они не имеют никакого отношения к тому чувствованию, которое идёт следующим уровнем, следующим этапом. и там глубина абсолютно другая. Но здесь вот во что играть будем, товарищи? Смотрите. Ты можешь осознаться, но ты игру не поменяешь. Это тоже иллюзия. Ты не пишешь эти сценарии, ты пишешь только себя, только свой сценарий. Свой сценарий на основе разрешения себя быть тем, кем ты себе позволяешь быть. Брать то, что ты себе позволяешь брать. Чувствовать и ощущать себя ровно так, насколько ты позволяешь себе это сделать. А всё остальное это, опять же, иллюзия неосознавшегося человека. И это тоже одна из иллюзий. Это тоже один из эгрегоров, когда некоторые думают, что я осознался, и теперь я буду менять правила игры. Чьи игры? Моей? Нет. Чьей это ещё? Нет, ты её не создавал. Ты не можешь поменять программу, ту, которую ты не создавал. Ты можешь только поменять своё программирование, свой код. свой код этого мира, этой жизни. Через просыпание, через осознавание, через тотальное пробуждение здесь. И когда ты это понимаешь не через слова, то есть я осознаюсь, я вот такой весь осознанный, я вот это понимаю, я вот это делаю, я вот то вокруг меня. Очень часто бывает, что ты вроде бы весь осознался, а что-то такого не меняется, ну вот как-то вот оно, никак не может там поменяться, никак не может переделаться. Это говорит о чём? Что ты осознался через голову. А когда ты осознаёшься через истинного, тотального Я, то у тебя идёт другой процесс, другое восприятие, другое чувствование. И тогда ты, только ты решаешь уснуть тебе в этом мире, или пробудиться. Насколько людям интересно здесь пробуждение, интересно. Но не всегда есть понимание, потому что очень часто мы идём за пробуждением через логические цепочки, через логическое восприятие того, что есть вокруг. логику, когда ты логику подключаешь к чувствованию, тогда у тебя идёт процесс восприятия, восприятия той реальности, которую ты создаёшь, восприятия той реальности, которую ты чувствуешь с другого уровня ощущения себя. есть ли обиды и разочарования, разочарования в состоянии пробуждения? Нет. Что такое разочарование? Разочарование — это только то, то состояние, которое ты можешь испытать после очарования чего-то. очаровываешься ты чем? Очаровываешься ты тем, что придумываешь себе того, что не существует. Тебе неинтересно то, что не существует, уже становится. Тебе интересно только то, что существует. Обиды? Как ты можешь обидеться? Кто тебя может обидеть? Кроме тебя? Мы на себя не можем обижаться. Если в нас ещё есть обиды, то это лишь только потому, что мы не видим себя везде. Мы понимаем, что нас кто-то мог обидеть. Нам кто-то мог не додать, не досказать, не доделать. А я тогда какую роль здесь играю? Я кто в этом процессе? Всего лишь декорация в другом мире, которую другой человек переносит по своему желанию. кем ты себя чувствуешь? Кем ты себя чувствуешь? Хочешь узнать, кем ты являешься для себя? Как себя почувствовать на другом уровне? На уровне себя. Без социальной программы. Без оценки. Без возражения социума. Тебе это всё доступно. Наслаждайся собой. Пробуждайся. Пробуждайся. И создавай свой мир. Не будь декорацией в чужом мире. Ребятки, я вас всех обнимаю. И если вы мне задаёте много-много вопросов, я их все выпишу и сделаю отдельный эфир по вопросам. Я вас всех обняла. Продолжение следует...